Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на одном объекте, на котором есть проблема с конденсатом. Вызвали нас сюда как технадзор, чтобы мы нашли причину, почему образуется конденсат на крыше. Есть вот такая вот мансардная крыша с маленьким уклоном, не знаю, может градусов в 5. Сверху лежит плов-настил, деревянный каркас, вот так вот с тропинкой. Утеплена крыша конкретно в этом месте у нас 50 мм пеноплекса, 50 мм пенопласта. Дальше планировался еще вот такой, ну типа пеноплекса, то есть такой вот утеплитель. Конструдированный пенопластировал еще 5 сантиметров. То есть в общей сложности здесь должна была выше утеплена быть 150 мм. Есть вот такая вот плоскость, здесь, значит, утеплено 10 сантиметров пенопласта и 10 сантиметров пеноплекса. Всего в общей сложности вот эта крыша утеплена 20 сантиметров. Сверху лежит вот такая вот пленка, то есть это пара непроницаемая обычная дезрозаляция. Люди учили отопление, выживут и вот образовалась вот такая вот проблема. Связано это с пленкой. Вот эта вот пленка не пропускает пар. Соответственно, те пары, которые у нас попадают в конструкцию, они доходят вот до этой пленки. Дальше вместо того, чтобы выходить в подковленное пространство, они остаются на пленке и начинают конденсировать. Происходит вот такая вот штуковина. Вот если посмотреть здесь вот, видно, что отсюда капает сырое место. С обратной стороны вот пеноплекса мы вытащили. Видно, что он весь мокрый. То есть по факту нужно лезть на крышу, разбирать полностью, снимать кровельное покрытие, снимать обрешетку. У менять вот эту вот гидрозоляционную пленку на диффузионную мембрану. И, конечно, с моей точки зрения, лучше такие утеплители, как экструдированный пенополистирол и обычный пенопласт, то есть обычный пенополистирол, не использовать в каркасных утеплениях. То есть это хорошие утеплители, но у них есть своя зона применения. Потому что, если посмотреть здесь вот, видно, что вот этот пенопласт, который у нас подходит вот к этой стропилине, что видно зазоры. Соответственно, это все мостики холода. Где-то получилось запенить, да, а где-то, ну, где вот зазоров побольше делились. И то непонятно, как это по качеству все. А где зазор поменьше, это все не получится нормально. Это как-то законопатит, запенит. Вот видите, вот эти вот все щели. Если посмотреть, возьму, пожалуйста, если посмотреть вот здесь, то видно, что здесь вот тоже есть зазор. Вот так вот выглядит кровля. Наши рекомендации, это обязательно поменять пленку. Вот эта вот гидроизоляция на диффузионную мембрану. То есть это работа нужно делать сверху. Снимать кровельное покрытие. И нужно это делать максимально оперативно. Пока деревянный каркас не сгнил. И по поводу вот этого утеплителя. Ну, если бы это была бы моя крыша, я бы, наверное, все-таки сделал бы либо каменную, либо минеральную вату. Вот заказчик будет думать. Возможно, оставит вот этот утеплитель. Будет наблюдать, будет смотреть. И, соответственно, изнутри нужно будет сделать еще пароизоляционную пленку для создания пары воздухоизоляционного контура, которую обязательно везде нужно будет проклеить, чтобы конструкция была максимально герметична. Вот такие вот рекомендации. Чтобы не было у вас таких проблем, используйте правильные материалы, потому что переделка и ошибки строителей не бюджетно, а обходятся дорого. Чтобы не попадать на дополнительные затраты какие-то непонятные, нужно делать все правильно. Спасибо за внимание. Всем пока.